Всем привет! Ну что, на календаре октябрь, осень вступает в новую фазу, а мы второй месяц подряд разбираемся с правильными ударениями в словах. А что может быть прекраснее, чем грамотная речь? Сегодня предлагаю пополнить свой запас парой глаголов, которые зачастую совершенно неверно произносятся. Упростить или упростить, дразнить или дразнить. Спойлер, в обоих ударения падает на и. В принципе, это обычное свойство глаголов, и сегодняшние слова не исключение из правила. Сделать что-то более простым, уменьшить сложность чего-либо, значит упростить, и никак иначе. Я упростила, учитель упростил, дети упростили. Во всех лицах и числах единственно верный вариант. Ись. Хотя, думаю, очевидно, как сюда прокралась ошибка. Все просто. В однокоренном-то слове просто. Ударение падает на первое слово, но русский язык более сложный, а ударение в нем подвижное. Поэтому еще раз напоминаю упростить. Глагол дразнить, казалось бы, развивается по тому же принципу. Ударение падает на супер. Но это было бы слишком просто для коварного русского языка. Ударение на и актуально только для форм дразнить, дразниться, дразню. А в других лицах и числах и норма другая. Ты меня дразнишь. Запахи из кухни дразнят аппетит. Мальчик дразнит собаку. Такова норма, и с этим ничего не поделаешь. Разве что запомнишь раз и навсегда. На этой неделе все. Увидимся на следующей. Пока-пока.